Девушки отдыхают Спустя три недели Ольге позвонили из милиции Сотрудник уголовного розыска готов был рассказать, где находится ее автомобиль За вознаграждение в 90 тысяч рублей Девушка согласилась на 70, посредник назначил встречу Она написала заявление, что обратились в гонщики и хотят вернуть меня за вознаграждение в машину И мне уже в милиции выделили деньги И была спланирована операция именно взять этих людей при передаче денег Ну, ваша машина вернулась все-таки назад? Да, когда взяли этого человека, где-то, наверное, через два дня Мне позвонили и сказали, что моя машина найдена на Чуркине Как бы недвижимая, в том плане, что разбитая, без колеса Своё лицо Ольга не показывает, опасается за свою жизнь Суд над бандой похитителей, куда входили сотрудники уголовного розыска и ГИБДД Окончен несколько дней назад Каждому милиционеру вынесен приговор По четыре года лишения свободы С отбыванием наказания в колонии общего режима Но оперативникам не удалось пока арестовать организатора группировки Таких, как Ольга, обратившись в милицию в Приморье, мало Пострадавшим проще отдать деньги угонщикам и вернуть свою машину Криминальный бизнес кражи авто с целью выкупа в крае С каждым днём набирает обороты Хотя ещё пять лет назад подобные схемы действовали только в Москве и Санкт-Петербурге Именно из центральных регионов, считают оперативники И пришли на Дальний Восток первой группировки Большинство из действующих сегодня угонщиков Представители так называемых кавказских преступных сообществ С этим бороться можно только за счёт повышения создательности населения Потому что они своим поведением создают рынок И если не будут покупать, не будут покупать с этим машиной Значит и похищаться будет меньше Но мы с этим боремся, отслеживаем эти машины Я могу так сказать, 99% угонщиков в городе Владивостоке нам известно И мы сейчас ведём работу по их документированию Приморье занимает в России одно из ведущих мест по ввозу иномарки за границей До ведения пошлин из Японии ежедневно прибывали десятки судов с автомобилями Последние два года у берегов края швартуют максимум 3-4 судна в сутки Чтобы платить меньше налог на таможни, некоторые иномарки возят в разобранном состоянии За считанные дни их вновь собирает и выставляет на продажу И даже такие автомобили не всегда бывают чистыми Часть из них угнаны из Японии Контрольно-пропускной пункт на 19-м километре Это главный фильтр всех автомобилей, въезжающих и покидающих Владивосток Ежедневно здесь выявляют 2-3 машины, находящиеся в розыске Система поток В случае обнаружения автомобиля на монитор дежурному инспектору поступает сигнал Тот, в свою очередь, по громкой связи сообщает Какой автомобиль необходимо срочно остановить для проверки документов Сейчас решается вопрос об установке похожей системы на втором КПП в поселке Угловое Несколько дней в неделю сотрудники ГИБДД совместно с уголовным розыском проводят здесь спецоперации Каждый подозрительный автомобиль останавливают и проверяют как вручную, так и с помощью базы данных Самые угоняемые авто в Приморье джипы В основном все машины воруют под заказ Если позже их удается найти, то в других регионах России Главное перебить номера На такой марке, как Ниссан, это легче всего сделать Очень слабый металл И поэтому на номер двигателя Вот этот вот Где набивается именно двигатель Очень сильно Площадка, куда набивается именно Наносится шрифт Он от наших погод От влаги Он быстро очень Подгнивает и невозможно просчитать нормально И все время возникает у инспектора Подозрение, что машина вполне возможно подвергалась Перебить или стереть цифру Сегодня угонщики делают это настолько профессионально Что даже сотрудники ГИБДД Не всегда могут без специального оборудования Определить оригинальный номер двигателя Какие вот еще цифры перебиваются на другие? 3 на 5 3 на 5, да 8 можно на 3 Троечка хвостики подзапереть на троечку 3 на 5 3 на 8 Комбинация различная Последние несколько лет в Приморье Оперативники стали выявлять и авто Угнанные в других регионах России И пригнанные для продажи в край Рейзинг самых популярных машин Поставляемых в дальневосточные регионы Выглядит так Первое место удерживает Мерседес На втором обосновался также представитель Германии БМВ Замыкает тройку лидеров Модификации японской Тойоты Лексусы и Ландкрузеры Стоят краденные машины гораздо дешевле Автомашина, у которой изменены маркировочные обозначения Это уже на 99% Это не является машиной законного владельца Который на ней передвигается Хоть он ее купил, он потратил на нее деньги Эта данная автомашина уже находится в розыске По сути своей Только ее осталось выявить Установить первоначальный номер А для этого нужен целый ряд мероприятий Которые в последующем позволяют определить Не только где она была похищена Но и цепочку того, как она легализовывалась Согласно указу президента России Госавтоинспекция имеет право не допускать К эксплуатации автомобиля В конструкцию которых внесены изменения Но по гражданскому кодексу автовладелец, купивший такой автомобиль Имеет право его эксплуатировать Банально объясняя, будто не знал, что номера перебиты Автоинспекции и следователи, занимающиеся делами о краденных машинах, заявляют Если законодательно и категорично запретить эксплуатацию автомобиля С измененными номерами кузова или двигателя Это сразу выбьет опору из-под криминального бизнеса Какой смысл красть автомобиль, если ездить на нем будет невозможно? Авторазборка Именно в таких местах можно найти ворованный двигатель или кузов Сюда автомобиль приходит в разобранном виде Единственное, что здесь могут обнаружить оперативники Это две-три детали, на которых еще сохранились номера Люди, которые этим занимаются, уничтоживаются, все то же самое знают Но ударяются, в первую очередь, конечно же, номерные агрегаты Чтобы машину можно было бы быстрее спрятать Тяжелее его остановить Все Выпиливается номер рамы Срезается номер двигателя, как я вам уже показывал Все просто После этого с машиной разбираются на запчасти, к примеру И уже найти ее невозможно, в течение пяти часов, грубо говоря, да? Ну, конечно же, если машины больше нет, все спилено Как установить? Никак Кадры задержания одного из автоугонщиков Как считает следствие, молодой человек занимается кражами машин уже два года По данным оперативников, три дня назад он угнал иномарку И сегодня она должна уйти на разборку Не проехав пяти метров на ворованном авто Попадает в руки сыщиков На вопросы милиции молодой человек не отвечает Свое лицо прячет от камеры Сейчас в отношении угонщика проводят следственные мероприятия Если его вина будет доказана, хотя по одному эпизоду кражи То ему грозит до пяти лет Зачастую данные гаражи стараются преступники Приобрести в маловизуально доступном месте Чтобы они не просматривались Либо где очень мало людей То есть непроходные дворы Поэтому есть сложности И в обнаружении данных отстойников И вообще фиксировании этой деятельности В среднем за сутки в Приморье 10-12 хозяев лишаются своего авто С начала года похитили более 400 машин По сравнению с прошлым годом Количество угонов сократилось Оперативники знают все преступные группировки И все они находятся под наблюдением По разным данным В Приморье действует до 400 преступных сообществ Занимающихся кражами машин При этом угонщики оснащены лучше, чем оперативники Их техника способна взломать за 30 секунд Пять из десяти марок сигнализаций Проще всего обойти самую дешевую Китайскую охранную систему Достаточно ноутбука и специальной программы Вот как выглядит рейтинг Самых взламываемых Автомобильных сигнализаций в Приморье Система, произведенная в Китае Удерживает прочное лидерство За пять месяцев Угонщики взломали 824 автомобиля В два раза меньше Подвергалась атаке Starline Около 500 взломов На третьем месте Популярная система Tomagavk Замыкает рейтинг Сигнализация Shreef Единственная система, которую еще не удалось Взломать угонщикам Российская Pandora На территории города Владивостока, например, существует Около десятка преступных групп, которые имеют Очень высокую техническую оснащенность Которые вскрывают большинство Большинство имеющихся систем Охранных систем Ну, некоторые техники Можете сто тысяч долларов стоить Я имею ввиду комплекс техники С момента кражи автомобиля Ольги Прошло более шести месяцев Старую машину девушка продала Купила другую Но по-прежнему оставляет авто под окнами А не на стоянке И не устанавливает сигнализацию Как и год назад надеется Что ее машину никто не угонит Преступный бизнес автоугонщиков Это целая система Которую невозможно разрушить за один день Для каждой банды Оперативники разрабатывают Свою схему задержания Но когда дело доходит уже до суда На скамье подсудимых Оказываются лишь мелкие исполнители Главари банд Остаются на свободе И организовывают Новые преступные сообщества Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова